До полиса сада. Такси официально. Задний государственный знак не соответствует требованиям ГОСТа. Документов при себе нет вовсе. Вместо них водитель этого такси встретил сотрудников ГИБДД молчанием и опущенным взглядом. Документы обещал привезти знакомый, но штрафы никто не отменял. В Ярославле сегодня проверяли таксистов. Остановили водителя. Документов не предоставил на лицензию официально. Также страховой полис ОСАГО отсутствует. Пассажиры ремнями безопасности не пристегнуты. Но поясняет, что это его знакомые, что официально перевозками не занимаются. Статистика грустная. Ежедневно ярославцы рискуют не доехать до пункта назначения. Из 10 автомобилей только у одного водителя оказалось все в порядке с документами. В службу такси устроен официально. Путевые рейды необходимо для того, чтобы механик подписывал то, что так, соответственно, исправно, а врач, то, что водитель, дорога, конечно, не упадет. Подобные рейды регулярны 2-3 раза в месяц. Здесь и представители ГИБДД, областного департамента транспорта, депутаты и общественники. Инспекторы смотрят, в порядке ли у водителя такси документы, пристегнуты ли пассажиры, как перевозятся дети. Выявляется нарушение, штрафуется. И водитель сам и организация, где он работает, приводится в порядок, как и должно быть. Тем более, безопасность пассажиров – это самое главное. Отсутствие полиса ОСАГО, медицинского освидетельствования и технического осмотра – эти нарушения самые частые. Сейчас в Государственной Думе принимается рассматриваться закон о перевозках. И, соответственно, нам нужно иметь всю информацию, то, что сейчас делается в этом секторе. И по итогам наших акций вся информация передается в Государственную Думу Российской Федерации, как раз для того, чтобы обсудить все нюансы и учесть при принятии нового закона. Тем временем рейды будут продолжены. Весь апрель и май сотрудники ДПС будут следить за работой такси и наказывать горе водителей. Анна Мелехина, Денис Ромашов. День в событиях.